Последнее время в Беларуси, как я уже сказал беглым, говорить не о чем повестке дня нет. Начинают хвататься за разного рода поводы. Россия объявила мобилизацию, значит Беларуси завтра объявят мобилизацию. Еще раз подчеркиваю, нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет. Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну. Недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами Лукашенко готовиться к войне. Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал, если хочешь мира, готовься к войне. Я несколько раз подчеркнул, что мы четырежды, как минимум, уже пятый раз, наверное, модернизируем свои вооруженные силы, приспосабливая к той обстановке, которая складывается. И прежде всего, делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете. Вы помните, начиная от буря в пустыне, по-моему, американцев и заканчивая специальной военной операцией в Украине. Мы внимательно за всеми процессами наблюдаем. Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там, мы это не прячем. Но мы никого не убиваем, мы никуда не посылаем своих военных, мы не нарушаем свои обязательства. Наше участие в том, чтобы не допустить распространение этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых. А во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет, в территории Беларуси. Вот наше участие. Да, мы лечим, лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей, и не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам с Украины. Но как их не накормить, как их не лечить. Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет.